Ну что, ребята, самая важная тема, которую я сегодня затронул, это инфо-цыгане. Как мы будем бороться с ними с помощью искусственного интеллекта? Когда вы получаете какую-то ненужную информацию, скорее всего, вы совершаете огромное количество ошибок. И после этого вы плачете, вы идете к психологам. Но затем самое главное, что вы пытаетесь найти достоверную информацию. И это очень тяжело в эпоху нашего времени. Интернет заполнен огромным количеством статей, где вы не можете найти никакой абсолютно правды. Но с помощью искусственного интеллекта я вас научу, как найти достоверную информацию, как получить те знания, которые действительно сделают вас счастливыми. Инфо-цыгане боятся только одного слова — чат GPT, потому что любую информацию можно будет проверить в секунды. Загрузите ролик на YouTube, который вы сейчас смотрите в искусственный интеллект, и вы найдете правду. На самом деле весь YouTube заполнен не той информацией, которую вам нужно на сегодняшний день. Вся информация, скорее всего, размыта, и там нет достоверности. Они пытаются захватить ваше время, и, скорее всего, вы смотрите эти ролики, потому что вам просто нечего делать. Но в конечном итоге эта информация откладывается у вас в голове, и вы совершаете абсолютно неопределенные поступки каждый день. Даже переходя на петчерходном переходе, вы, скорее всего, задумываетесь об этой информации. Поэтому не смотрите YouTube просто так. Перед тем, как посмотреть какой-то ролик, загрузите его в чат GPT, и вы узнаете очень много нового об этом. Как же круто, когда все инфо-цыгане уйдут с интернета, и самое главное — с YouTube. Мы начнем получать самую достоверную информацию, и мы сможем делать очень правильные выводы из этой информации. Мы сможем, самое главное, начать по-новому жить. Потому что дезинформация, которую мы получаем сегодня, она очень сильно влияет на нашу жизнь. Те покупки, которые мы совершаем, те действия, которые мы делаем каждый день на работе со своими любимыми, со своими близкими, они напрямую влияют на то, как вы работаете с этой информацией. Поэтому я буду очень сильно бороться с дезинформацией, я буду вас учить, как работать с этой информацией с помощью искусственного интеллекта. И помните, самое главное слово и самое опасное слово для инфо-цыгане — это чат GPT. Как я и спас мою жизнь. Понимаете, я когда-то обратился к психологу, и он мне сказал определенные вещи, которые я должен был услышать. Я начал это применять в своей жизни, и на самом деле мне это не помогло. Дальше я начал рассуждать, могу ли я использовать искусственный интеллект именно в психологической практике. И я узнал для себя много всего нового. Вы всегда можете проверить информацию, которую вам говорит психолог, с помощью искусственного интеллекта. Да, у нас много психологов, много квалифицированных психологов, но не всегда они могут вам помочь в ту же самую секунду. Понимаете? А это касается вашей жизни, ваших чувств. Поэтому я всегда рекомендую перепроверять любую информацию, которую вам говорит тот или иной эксперт с помощью искусственного интеллекта. И вы узнаете, что не всегда все эксперты могут быть правы. Возможно, именно в вашей ситуации где-то он устал, и, возможно, не дал ту информацию, которая действительно нужна. А вам нужно было это услышать по-другому. Поэтому в любой сфере, где вы, в принципе, работаете с общением, используете искусственный интеллект и перепроверяете информацию. По некоторым данным, уже в течение двух лет инфо-цыгане уйдут из интернета, и на самом деле мы будем получать абсолютно другой контент. Какой он будет, мы не знаем. Но мы знаем, что он будет фильтроваться с помощью искусственного интеллекта. Я надеюсь, что у нас будет контент, который заслуживает нашего внимания. Каждый раз, когда мы будем читать какие-то посты, какие-то новости определенные на ваших любимых телеграм-каналах, они будут фильтроваться искусственным интеллектом. Потому что информация – это самое главное, что есть в вашей жизни. Вы тратите свое время. Самое главное свое время, базируясь на той информации, которую вы получаете сегодня. И я надеюсь, вы сохраните его огромное количество для своих любимых, знакомых, для своей семьи. И самое главное – вы сохраните это время для себя. Знаете, когда информация доставляется через YouTube, люди, особенно инфо-цыгане, прибегают не только к какой-то лыжи информации, они используют так называемые моменты манипуляции. Это психологические приемы, которые, в принципе, запрещены в нормальной практике. Реклама, которую вы видите по телевизору, скорее всего, не имеет такой практики. И она более такая доступная, интересная в какой-то момент, и она безопасная. Но когда вы смотрите ту или иную информацию по YouTube, и вам сегодня говорят, что вот эта вещь именно правильная, а в другой день она абсолютно бесполезная, это и есть манипуляция. Вот через такого рода качели люди получают сильные психологические травмы. И эта информация откладывается на очень долгий срок. Я надеюсь, искусственный интеллект смог же фильтровать весь контент манипулятивного вида, потому что он изменит нашу жизнь. Вы, наконец-то, будете смотреть хорошую, приятную информацию, получать то, что вам действительно нужно, ну а самое главное, вы начнете жить счастливо. Самую страшную информацию, о которой я вам сегодня расскажу, но я не буду разглашать имена этих людей. Когда-то, совсем недавно, около года назад, искусственный интеллект проверил топовую информацию от топовых блогеров. И знаете, что вышло? Оказывается, практически каждый их ролик это лжеролик. Они использовали огромное количество практик, чтобы применить, для того, чтобы вы посмотрели этот ролик. А информацию, которую вы, в принципе, применили потом в жизни, она наверняка не сработала. Вы возвращались снова на их канал, вы снова смотрели, почему она не сработала, и это двигало вами постоянно. Почему у них получается, а у вас нет? Это касательно не только YouTube, это касательно Instagram. Почему у кого-то такая прекрасная, крутая жизнь, они живут богато, ничего не делая, а у вас не получается, хотя вы прибегаете к их советам. Вот именно эти люди должны пострадать, потому что они предоставляют вам лжи информацию. Вы тратите лично свое время, делая те вещи, которые они не делают, они вас обманывают. И вот с этим искусственный интеллект будет бороться каждый день. Знаете, а я думаю, что эта информация, которую получаете вы каждый день, она является действительно важной в том сфере, в которой вы работаете. И вот я работаю в бизнесе, и я каждый раз, каждый день я валидирую информацию, которая мне поступает от моих клиентов, от моих партнеров, потому что, скорее всего, они эту информацию тоже получили из каких-то источников. И я пытаюсь найти связь. И вы удивитесь, что половина моих клиентов и половина моих партнеров даже не знают, о чем они говорят. Потому что, как только ты начинаешь искать достоверные факты, аналитику, особенно это касательно маркетинга, того-либо иного продукта, она является просто недостоверной, она придумана кем-то и создана кем-то. Поэтому, когда вы будете и валидировать эту всю информацию, используя искусственный интеллект, а это занимает всего лишь секунды, даже не минуты, какие-то секунды, вы поймете, насколько важно фильтровать то, что вы слушаете, то, что вы смотрите и, самое главное, то, что вы показываете вашим детям. Потому что именно они не знают и они не умеют фильтровать нужную информацию. И, скорее всего, их ролики, которые они смотрят по YouTube, не имеют большого значения. А самое важное, они могут причинять им огромный вред. Ну что, а сегодня я вам расскажу о самом главном. Как можно получить самый крутой совет с помощью искусственного интеллекта? Зайдите в чат GPT, наберите любой ваш вопрос и, самое главное, сделайте аналитику. Дайте чату GPT подумать, задайте этот вопрос ему несколько раз и посмотрите, с каких источников он берет эту информацию. И вы убедитесь, что бесплатные системы, которые используют чат GPT, скорее всего, он не даст вам достоверную информацию. Но если вы используете какой-то платный сервис, он начнет использовать те источники, скорее всего, которые достоверны. Это научные статьи, это научные журналы. И вы по-другому будете смотреть на этот мир. В частности, я использовал чат GPT для того, чтобы найти какие-то медицинские советы. И я вам скажу честно, 90% результатов было правдой. Но я использовал платные сервисы. Вот я вам могу так посоветовать. Когда вы начинаете использовать чат GPT, когда вы используете бесплатный продукт, он, скорее всего, вам не даст тот результат, и вы получите негативную эмоцию. Начните с хорошего профессионального продукта и начните его использовать каждый день. Ну что, инфо-цыгане, когда вы исчезнете, мы, наконец-то, начнем жить. У нас наверняка появятся новые научные открытия, люди начнут думать более прозрачно, глубоко, они начнут понимать, какая информация для них важна. И самое главное, они начнут делать научные прогрессы. Потому что сколько времени уходит сейчас на Инстаграм, на ненужные фотографии, на ненужный контент, это гигантское количество времени, которое можно использовать на научные открытия, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Люди тратят огромные часы в интернете в поисках какого-то пассивного заработка, которого не существует в природе. Невозможно зарабатывать пассивно. Если бы так можно было бы делать, все бы миллиардеры мира бы этим занимались и это бы делали. Бизнес – это тяжелый процесс. Если вы действительно хотите зарабатывать и вы действительно хотите сделать свой бизнес, то вы должны начать использовать искусственный интеллект и абсолютно забыть про инфо-цыган. Проверьте 2-3 ролика, которые вы постоянно смотрите, и вы убедитесь, что, скорее всего, они неправы.